Невский район выдвинул Читу Кожокинах на соискание почетного знака за заслуги воспитания детей. В их большой семье три дочери и два сына. В этом году Виктор и Наталья Кожокина отмечают 52 года супружеской жизни. Познакомилась пара в городе Печоры Псковской области. Виктор, выпускник университета имени Лезговта, был директором детской спортивной школы. Его будущая жена училась в восьмом классе. Поводом для знакомства стала музыка. Наталья тоже выбрала педагогическое направление. Работала преподавателем фортепиано в музыкальном училище, параллельно преподавала английский язык в школах. Виктор защитил кандидатскую диссертацию о подготовке лыжников и воспитал целую плеяду олимпийских чемпионов. Как признаются супруги, работа не мешала воспитывать пятерых детей. И вот у трамвая встретимся, вижу, что он идет. Помахали, он бегом сюда, я бегом на работу. Ну, потому что у нас никого не было. Никого. Несмотря на все трудности, дети учились в музыкальной школе, занимались спортом, ездили в кружки Анечкова дворца. А затем получили педагогическое образование. Старшие живут в Америке, где сын работает тренером в спортивном центре. А дочь солирует в симфоническом оркестре. Средний сын – учитель физкультуры в Петербурге. Предпоследняя дочь закончила лишь школу. Она в основном здесь с нами, хозяйство, воспитание. Зато младшая дочь окончила школу с золотой медалью. И вот уже более 10 лет она преподает в СПБГУ на филологическом факультете. Я теперь в должности доцента, защитила кандидатскую диссертацию. Как говорят мои родители, я была последней, поэтому на мне было меньше внимания. Может быть, поэтому. И меня не напрягали. Я делала все сама, все любила и не любила гулять. Сейчас у Читы Кожокиных пять внуков. И судя по тому, каким растет сын Ангелины, музыкально-спортивная история их семьи продолжается.